Салам, родные мои, добро пожаловать ко мне на канал и добро пожаловать на новый видеоролик. Сегодняшний видеоролик, правда, будет очень интересный, очень серьезный и будет поднята очень важная тема вообще в мире сампа и в мире онлайн-игр. Я очень надеюсь, что вы данный видеоролик посмотрите, проанализируете и каждый что-то для себя из него подчеркнет и, возможно, что-то у вас в жизни да поменяется. Я не буду затягивать, потому что вся суть видеоролика будет рассказана после интро и поэтому я просто напоминаю, что играю на 17 сервере Arizona RP. Все, ребятки, внимательно смотрим, слушаем и пытаемся понять, о чем сегодняшний видеоролик. Хочу начать с того, что вообще, что такое зависимость. Думаю, каждый из нас с этим сталкивался. Зависимость от сигарет, зависимость от алкоголя, зависимость от сладкого, зависимость от общения с другим человеком. Зависимость это свойство человека, которое очень часто умеет проявляться, либо в хорошем, либо в плохом. То же самое можно сказать и про нашу с вами любимую игру Самп. Просто посмотрите на 90% аудитории Сампа и узнаете у них, сколько они играют в эту игру и сколько часов они уделяют на нее. И тут все станет на свои места, ведь на самом деле это ненормально, когда у тебя почти все свободное время занимает одна игра. Ты забываешь о том, что есть мир вокруг тебя, ты забываешь о том, что вообще ты живешь в реальном мире, а не в игре, и ты забываешь о том, что кроме игрового общения существует еще и реальное. Доходит до того, что игроки в Самп даже перестают общаться с родителями, и это реальные истории. Относить зависимость к Сампу к хорошему или плохому я, наверное, не стану. Но все же больше отношусь к тому, что зависимость от Сампа это что-то все-таки плохое. Хотя и многие могут сейчас мне возразить. Ведь Самп, он в какой-то степени воспитывает многих из нас. Он учит нас жизнь и учит нас коммуникации и общительности с другими игроками и с другими людьми. Но здесь надо пометить тот момент, что общение, которое мы выстраиваем через игру, это внутриигровое общение, либо же это через дискорд. То есть мы можем не уметь с этим же самым человеком общаться напрямую. То есть глаза в глаза. Дело в том, что мы с вами привыкаем к тому, что мы находимся у себя в квартире, находимся в комфортных условиях, за своим любимым монитором в теплой квартире. И мы с вами никуда не выходим, мы не смотрим на человека, мы не видим, как он нас оценивает и что он о нас думает. Зарительная оценка в этот момент отсутствует полностью. Тем самым нам становится проще общаться с другим человеком. Да, я не спорю, есть и примеры, когда общение из игры переходило в реальную жизнь. И переходило до той степени, что, например, как моя одногруппница, она вышла замуж за бывшего администратора Advance RP. Да, даже такие истории реально существуют. Но все же давайте трезво оценивать данную игру и зависимость к ней. Если вы, например, уже в более-менее осознанном возрасте, как я, 24-25 лет, то вспомните себя раньше, когда вы только начинали играть в эту игру. В свое время вы заходили в эту игру просто потому, что где-то не услышали, просто решили поиграть, просто решили выделить пару часиков. А теперь уже прошло несколько лет и вы все еще играете в нее. И уже не пару часиков, а уже так часов 8-9. Вы вливаете в эту игру реальные деньги, тратите на нее свое реальное время и, по сути, живете в этой игре. К сожалению, это проблема не только сампа, это проблема большинства онлайн-игр, это проблема доната и это проблема того, что люди становятся зависимыми от таких игр. Каждый находит онлайн-игру в своем любимом жанре и начинает в ней жить. Но все-таки мы сегодня говорим о нашем любимом сампе и все примеры будем стараться приводить именно из этой игры. Банальный пример, например, из моей жизни. Раньше я любил кушать, смотреть телевизор, все это делать в общей комнате со своими родителями. Тогда на секундочку мне было где-то 12-13 лет. Но когда я начал играть в самп и когда я начал в эту игру погружаться, то я начал постепенно отходить от общения с родителями, время провождения становится меньше и я уже дохожу до того, что я кушаю за своим компьютером, играя в самп, делаю уроки, играя в самп и, в принципе, просто завишу от этой игры. Она и есть мое время провождения, и эта игра и есть мои родители, с которыми я нахожусь 24 на 7. И это действительно неправильно, так не должно быть. Родители должны быть превыше любой игры. А получается так, что мы можем родителям говорить «нет» просто ради того, чтобы посидеть и еще поиграть в игру. Многие ради игры отказываются как-то помогать родителям. Просто пойти с ними погулять или сходить в магазин и донести сумки до дома. Почему? Ну, например, потому что у нас там построение, и мне нужно обязательно на нем быть. Но на самом деле, какое к черту построение? У тебя мама идет в магазин, иди с ней. Но, к сожалению, исходя из возраста, мы этого не понимаем и совершаем такие глупые ошибки. Спустя время мы познаем с вами самп, узнаем, что есть донат, и нужно как-то донатить, ведь мы хотим выделяться на сервере. Мы начинаем понимать, что соревноваться в реальной жизни неинтересно, да и возраст еще не тот. А вот задонатить рублей так 100, 200, а там и 1000 родительскую, это уже довольно-таки круто, ведь появляется огромный бюджет, огромное состояние, и мы с вами уже на сервере не просто так. Но откуда же берутся эти 100, 200, 1000 рублей? Это деньги, которые мы добываем либо обманным путем, либо просим напрямую у своих же родителей. Ведь большинство игроков это даже не 16 и не 18 лет, которые могли бы пойти работать. Это аудитория, которая еще ходит в школу, и которая не способна сама зарабатывать. Если родители имеют более-менее хорошее состояние и все еще на вас не обиделись, то, возможно, они вам дадут ту самую тысячу. А если вы испортили отношения с родителями, и у них не такой огромный бюджет, чтобы выделять на донаты ваши, то вам приходится обманывать или даже воровать. Истории с воровством вообще в принципе, в принципе у детей очень развито. И очень много историй есть, где дети скупали на Вайлберрисе много чего, где дети просто вытаскивали деньги у родителей. И, к сожалению, в Сампе тоже таких историй не 10, не 20 и не 100. Их огромное количество, когда дети какими-то хитрыми способами выманивали у своих родителей деньги для того, чтобы задонатить в игре и казаться крутым. Но за этой крутостью в игре скрывалось то, что вы потом получали нехилых лет своих же родителей, портились отношения, и вы становились все более замкнутым человеком. И вся ваша крутость была только в игре. А в реальной жизни вы становились хуже, вы ничего из себя не представляли, и ничего не добивались. Да, можно сказать, что лидерство в Сампе это какой-то крутой успех, и это добиваться чего-то интересного. Но в большинстве случаев, давайте скажем честно, лидерство никак не помогает вам в реальной жизни. Большинство лидерок, которые держат игроки на сегодняшний день на Аризоне, это далеко не те лидерки, которые были в свое время в 10, 11 и 12 году на Сампе. Начиная с того, что на лидерку раньше было сложно встать, и были огромные критерии, особенно по возрасту, то сегодня даже в 14 лет можно встать на лидерку на Аризоне и просто ее стоять. Ну то есть от вас ничего особо не требуется, никаких коммуникабельностей, и никакого онлайна. Вам просто нужно существовать. И это парадокс. Ведь раньше действительно сам мог чему-то научить, и сам мог как-то воспитать. И цель стать лидером или администратором действительно делала вас лучше, как человека. Сегодня же, если вы администратор, лидер или обычный групп, ничего для вас не меняется. Да, в игре у вас появляется статус, но к сожалению, в реальной жизни почти ничего у вас не меняется. Ваше мировоззрение, ваша коммуникабельность и так далее, она остается на одном и том же уровне, если только не помогает ваша личная целеустремленность и ваше личное саморазвитие, которое может как раз таки вас подтолкнуть на что-то новенькое. В остальном, сегодняшний лидер это просто обычный игрок, который получает чуть больше прав, но при этом даже не умеет ими пользоваться и не умеет коммуницировать со своим составом. В зависимости от онлайн-игр, это действительно какая-то страшная вещь. Но, так ли она страшна в сампе, в котором мы все-таки якобы чему-то учимся и якобы общаемся? Ну, на самом деле, да. Это тоже страшная проблема. Ведь играя в самп, мы начинаем думать только о нем. У нас появляется огромное количество мыслей о том, что мы хотим сделать, о том, как мы хотим своровать деньги у родителей, о том, как мы хотим стать лидером и добиваться какого-то успеха внутри игры. Но мы забываем о том, что есть успех в реальной жизни, например, в учебе, например, с родителями и, например, преуспеть в каком-то деле, в котором бы вам хотелось развиваться в дальнейшем. Мы начинаем об этом забывать и поэтому, например, наша учеба банально спадает до низкого уровня. Мы начинаем плохо учиться, но нам все равно, ведь мы крутой игрок на Аризоне, у нас огромное состояние и мы не умеем писать ЖШИ через букву И. И это действительно очень грустно, ведь топовые игроки на Аризоне, которые не умеют писать грамотно, хотя они знают русский и свой родной язык, это очень и очень грустно и выглядит это очень нелепо. Игрок понтует со своим состоянием, игрок понтует со своими деньгами, но при этом он не может понтоваться тем, что в реальной жизни он хотя бы что-то из себя представляет, например, грамотного человека. И я ни в коем случае не хочу сказать, что это относится к каждому игроку и каждому моему подписчику. Наоборот, я считаю, все-таки мои подписчики это довольно-таки развитые и умные люди, потому что я стараюсь именно такую аудиторию у себя и собрать при помощи своего контента. Но когда я вижу контент, который на Аризоне действительно отупляет еще больше свою аудиторию и отупляет сам YouTube, мне становится грустно. Сегодняшняя тенденция сам YouTube как раз-таки зависима от того, что она именно делается для детей. Дети любят легкий, простой контент, где не нужна никакая нагрузка. Тот контент, который мы наблюдаем и ту подачу, которую мы наблюдаем и слышим, она сделана именно для той аудитории, которая сегодня играет на Аризоне преимущественно. А это дети от 8 до 14 лет. Вспомните, какой был раньше контент и как он тяжело смотрелся периодически. Мы смотрели на ютубера и понимали, что этого достичь реально тяжело и это огромный успех. И мы хотели повторить эти все действия и мы хотели стать такими же, как наши кумиры-ютуберы в то время. На сегодняшний день очень и очень сложно найти какой-то контент, который реально был бы познавательный, интересный и хоть как-то влиял на ваше сознание. Мы смотрим на сегодняшний день однотипный контент, который влияет на нас довольно-таки в неположительную сторону. Мы начинаем регрессировать и мы регрессируем при помощи сампа, при помощи самп ютуба и при помощи общей ситуации, которая складывается в онлайн играх. Но если большинство онлайн игр как раз таки не имеют самп контент и не имеют подобную подачу, то самп этим как раз таки отличается. И Аризона, та же самая, никак не пытается это изменить. Мы все уже привыкли к тому, что есть подача с женским детским голосом. Я не знаю, как это вообще работает, но это реально популярно. Многие начинающие самп ютуберы пытаются повторить популярных ютуберов по сампу, у которых как раз таки та самая детская подача. Никто не хочет как-то что-то изменить и никто не хочет приводнести что-то новенькое в самп ютуб. Как итог, я могу сказать, что зависимость от сампа это все-таки довольно-таки грустная история. Хотя я еще раз повторяю, что для кого-то это положительно, для кого-то это отрицательно и очень сложно что-то здесь выделить. Аризона, к сожалению, на сегодняшний день настолько поглотила самп, что по сути весь видеоролик был именно про Аризону. Нет, я ни в коем случае не очерняю проект, потому что сама игра и сам проект это немного разные вещи. Я не говорю о том, что Аризону плохой проект, я не говорю о том, что на Аризоне не нужно играть. Я просто говорю о том, как плохо влияет самп на человека и что нужно немного задуматься о том, что нужно какие-то моменты в жизни поменять. нужно поменять мировоззрение и нужно поменять свое отношение к онлайн играм надеюсь что хотя бы один процент зрителей которые это посмотрели задумались о том что сейчас подходит под них и что нужно поменять а мой совет довольно таки простой если вы сейчас играете на аризоне или же на каком-то сам проекте то поставьте игру на паузу сверните ее выйдите и подойдите к своим родителям проведите с ними немного времени и получите удовольствие ведь им приятно и вам а с вами был я фавелка шоу всем удачи и до скорой встречи